Уважаемые коллеги, мы хотели вам представить кинезиотерапевтическую технологию Крайтера. И хотел обратить внимание, что мы представляем именно технологию лечения, а не отдельно какое-то оборудование, не отдельно методику. Я думаю, что достаточно очевидно, что как бы очень важно работать с причиной заболеваний. И на представленном слайде, то есть я думаю, достаточно наглядно показано, что от первой до шестой фазы, то есть наш опорный двигательный аппарат приспосабливался в миллионы лет. То есть там между шестой и седьмой фазой прошел достаточно короткий промежуток времени и приспособился к таким изменениям наш опорный двигательный аппарат на это в ближайшее время все время. Это простенькие два фото, которые показывают, как влияет простое йогурское упражнение на осанку. Слева неправильно, а осанка справа правильная. Значит, что включает наши технологии? То есть, во-первых, это обучение практического характера, которое очень сильно отличается от обычного послодиплома образования, проходит в виде интенсивного курса обучения, то есть где чередуется теория и практика. Второе, то есть то, что мы преподаем во время обучения, это эффективные методики кинезиотерапии, то есть нейронно-мощная активация, методика ПНФ и другие элементы. И кинезиотерапевтические установки Экзарта за рубежом, это подвесные системы РЭДКОР, то есть это непосредственно то оборудование, которое помогает очень эффективно использовать методики кинезиотерапии. То есть своим обучением мы используем несколько принципов, и самое главное, то есть то, чего не хватает нашему российскому образованию, это адекватная мотивация. То есть мы стараемся замотивировать курсантов, то есть в первую очередь тем, что они могут во время курса обучения решить свои проблемы со здоровьем, как вы уже заметили, что здоровых людей очень мало. Второй момент, то, что никто никого, ничего научить не мог, человек может научиться только сам. Второе, чему мы учим, это функциональный способ мышления, то есть во время курсов буквально мировоззрение, то есть переворачивается. И третье, это использование наиболее эффективных педагогических приемов, которым относятся следующие обстоятельства, что мы сохраняем в памяти 90% от того, что мы сами спрашиваем, предлагаем и объясняем одновременно демонстрируем. Теперь перейдем непосредственно к методикам. Нейромышечная активация. Сущность методики заключается в активации системы глубоких мышц, обеспечивающих стабилизацию крупных суставов и позвоночника, с последующей коактивацией системы поверхностных или двигательных мышц, набиваясь формированием кинематически верного движения, вследствие чего является формирование оптимального или правильного двигательного стереотипа. Что такое, активации останавливаться не буду. Теперь есть разорвать термин стабилизации, то есть я думаю, он вам больше знаком, но практически врачи из других специальностей, то есть поисков в интернете, то есть найдут, как правило, операции, направленные на фиксацию бездвижения позвоночных двигательных сегментов. С нашей точки зрения стабилизация – это все-таки ограничение избыточной степени свободы движения, то есть она может быть внешней, то есть здесь уже упоминали сортезы, которые чаще используются все-таки при острых ситуациях, и внутренние, то есть стабилизация, которая обеспечивается с помощью структуры организма. По панджабе выделяют еще такое понятие, как функциональная стабильность, то есть мы, наверное, все знаем, как нужно правильно располагаться в покое, но нам еще очень важно поддерживать стабильность движения. То есть здесь существует три подсистемы, то есть это подсистема управления или центральной нервной системы, то есть которая регулирует процессы, активные подсистемы, которые представлены мышцами, миофициальными и легкими цепями, и пассивные подсистемы, то есть которые задействуют суставы и связки. Если разобрать нижние две подсистемы, то есть пассивные и активные, то пассивные у нас имеют решающее значение при ограничении движений в его конечных фазах, то есть при максимальной стабильности, в стабильной ротации, при натяжении сединительных канала структур, то есть, ну, как правило, связок. Активные подсистемы, то есть мышечные системы, работают во всех промежуточных положениях, которых значительно больше. И если активная стабилизация работает плохо, то возникает инфонгруентность суставных поверхностей, и дальше, как следствие, то есть неравноберное распределение нагрузки и демеративные дистропические изменения. То есть вот мы на конференциях по реабилитации при заболеваниях опорных депутатных аппаратов один из наших преподавателей долго спорил с одним известным профессором из ЦИТО, который пытался объяснить, что первичное нарушение сустава, а мышцы, они где-то портуют. То есть я с этим немножко не согласен. И, соответственно, если хорошая активная стабилизация, то полная конкуренция суставных поверхностей, больше объем движений, и связки не перенапрягаются, то есть не травмируются, то, соответственно, пассивная стабилизация тоже лучше. Так, это, кстати, мне очень нравится. То есть стабилизация в центре, свободное движение на периферии. Если разобрать стабилизацию, ее значение на примере поясничного отдела позвоночника, то можно представить ее в виде такого цилиндра. Где есть снизу мышцы днотаза, которые напрягаются при всех движениях, то есть до того, как происходит движение. Диафрагма всегда у нас полонапряжена. В красном показаны так называемые глубокие или локальные мышцы, то есть о которых здесь тоже речь шла. Основной и практически единственной функцией которых является стабилизация поясничного отдела позвоночника. То есть здесь выделяют две основные мышцы спины, где это поперечная мышца живота, сзади это многораздельная или многораздельные мышцы поясничной части. Синим показаны глобальные или двигательные, или поверхностные мышцы, то есть мышцы, производящие движение. То есть это мышцы душного пресса, раскопательный спинок. И когда вся эта система функционирует в правильной последовательности, то есть прежде чем произвести движение, сначала напрягаются мышцы отнотазы, поперечные мышцы живота и награжденные мышцы, а потом производится движение, то есть сокращаются мышцы брюшного пресса, то возникает еще один дополнительный механизм стабилизации поясничного отдела позвоночника, это внутребрюшное давление. Ну, я не знаю, если дискутировать на тему, есть ли какие-то более важные мышцы или менее важные мышцы в организме, то есть это не совсем правильно, но тем не менее, есть одна важная мышца, на которую очень мало обращается внимание, например, в российской медицине, поперечные мышцы живота. Исследования еще 1994, 1997, 1999 года показывают, что она сокращается в норме при всех быстрых движениях тела, верхних и нижних конечностей до того, как сокращаются мышцы, производящие движения. А у больных с хроническим болевым симптомом, как правило, этот механизм не работает. И также исследования показывают, что нарушение функций вот этих самых глубоких или коротких мышц является главной причиной хронических болевых симптомов поясничного отдела позвоночника. А, соответственно, если орган не работает, то наблюдается его сначала деактивация, потом гипотрофия, атрофия. А обратный процесс восстановления мышцы, допустим, то есть после какого-то первого эпизода боли, не происходит автоматически. Так, вот данные электромнеографического исследования, то есть когда у пациента нет боли, то есть испытуемому, ему дают команду сделать быстрое загибание в плечевом суставе, то есть когда сгорается лампочка. И на слайде видно, что сначала сокращается поперечная мышца живота, потом только сокращаются дельтовидные мышцы, а внизу показана негроздельная мышца, то есть она практически всегда в норме находится в таком легком тонеческом напряжении, то есть поддерживает стабилизацию песнячного отдела позвоночника. Другую картину имеем, когда есть болевой синдром. То есть пациент дает команду, то есть он делает сгибание в плечевом суставе, но в этом случае стереотип меняется. Сначала сокращаются дельтовидные мышцы, а потом стабилизация осуществляется за счет наружных внутренних, то есть косых мышц живота и прямой мышцы живота. Многораздельные мышцы практически не функционируют, поперечные мышцы живота чуть-чуть начинают работать только по месте с мышцами вручного пресса. То есть получается, что в процессе движения поясничный отдел позвоночника нестабилен. И это, соответственно, может провоцировать всю линию болевых синдромов. То есть почему такое большое внимание к боли? Потому что есть ряд фундаментальных исследований. То есть, во-первых, то, что я показал, боль выключает глубокие мышцы, то есть деактивирует их. Во-вторых, то есть есть исследование, которое покажет, что боль тормозит активность и функцию мышц, боль изменяет структуру активации мышц и стратегии управления движениями. Очевидно, что нарушение модели движений может длиться дольше, чем боль. Поэтому просто, скажем так, расслабить какую-то мышцу, то есть это недостаточно. И отсутствие активности или гиподинамии, то есть вот что наблюдается в нашей современной жизни, в офисной работе, также может изменить стратегии и модели пост-туральной активации мышц. Так, как можно наиболее просто объяснить, то есть как бы суть происходящих процессов, ну, как это можно объяснить пациенту. То есть травмы, чрезмерные напряжения, перегрузки, а также отсутствие нагрузки может привести к боли. Боль отключает или инактивирует какие-то мышцы. То есть в данном случае мы знаем, что это глубокие мышцы. Другие мышцы, то есть поверхностные, то есть нам же нужно обеспечить стабилизацию, то есть они начинают работать для того, чтобы выполнить эту функцию. То есть а поверхностные или двигательные, или глобальные, или фазические мышцы, то есть они не предназначены для того, чтобы длительно напрягаться. То есть они перегружаются, возникает порочный круз, спазм отех, боль. В таких условиях наблюдается дисбаланс между мышцами. И наша технология, она как раз ставит перед собой задачу восстановить правильный ход событий и провести перезагрузку нервно-мышечной системы, то есть восстановить нервно-мышечный контроль. То есть мы пытаемся открыть дверь центральной нервной системы через мышцы. Еще наши преподаватели очень любят говорить, что у специалиста, во всяком случае в Европе это так, должно быть две руки. То есть одна рука для того, чтобы пациенту быстро помочь, это мануальная терапия, когда мы можем, ну, пациент лежит, то есть мы для него пассивно что-то можем сделать. Но, с моей точки зрения, активировать мышцы, то есть мы из нее не можем. То есть это может сделать только пациент с помощью упражнений. Поэтому у специалиста должна быть вторая рука. Это упражнение или кинезотерапия, или руководка. Но эти упражнения, то есть эти как бы знания, они достаточно весьма специфические. Значит, технология карта, то есть она подразумевает активацию или реактивацию движений, используя высокий уровень нервно-мышечной активации. То есть упражнения, они не столько сильно нагружают мышцы, они нагружают вот именно нервно-мышечный контроль, то есть нервную систему, в плане управления, содружественной работой мышц. И второе, то есть то, что используются функциональные движения во всех хвоскостях, то есть так называемая 3D-тренировка. То есть и этот аспект используется и для реабилитации пациента, и для спортивной медицины, и во многих европейских мировых державах, то есть спортивной медицине, то есть даже для подготовки спортсменов. В частности, олимпийская сборная Норвегии, ну в Банкувере на Олимпиаде, то есть у него там 5-е место, то есть сборная России где-то далеко. И олимпийская сборная Норвегии, то есть даже на своем официальном сайте, то есть выразил благодарность авторам методики за то, что они как бы используют эту методику в программе подготовки и выложат даже упражнения, которые они делают, как они готовятся. Вот как выглядит гипотетическая модель, то есть есть некая программа глубокой стабилизации, которая активирует некий моторный центр, которая активирует глубокие мышцы для стабилизации, то есть для нервно-мышечного контроля. Когда появляется боль, эта связь нарушается, то есть глубокие мышцы выключаются. И происходит перемещение программы стабилизации, которая напрягает поверхностные двигатели мышцы для обеспечения стабилизации посвященного отдела позвоночника. То есть наша задача перевести в программу стабилизации обратно. То есть научить мозг, как правильно управлять мышцами. Есть еще такое понятие тайминг. То есть это включение нужных мышц, нужное время, с нужной силой, нужной последовательностью. Так, и вот такой короткий ролик, который демонстрирует отсутствие стабилизации автозабитой на суставе, то есть тестер Медленбурга, слева он положительный. То есть я думаю, что специалисты могут сказать, что процентов на 90 это связано со слабостью какой мышцы? Средней ягодичной. Второй тест, который подтверждает, что слабость средней ягодичной мышцы. Теперь, то есть поскольку гравитация достаточно дает большую нагрузку на среднюю ягодичную мышцу, эта нагрузка уменьшена. То есть теперь она составляет где-то там 10-20%. То есть и пациент выполняет положение отведения, то есть то движение, которое выполняет средняя ягодичная мышца. Но в разгрузке, то есть уменьшена интервитация. Четыре повторения. Повторный тест. И повторный тест Рендленбурга. То есть точно установили причину, точно приложили свои усилия, то есть активировали слабую мышцу и тоже получили результат. То есть цель лечения с помощью экзарта. Правильные мышцы в нужное время с достаточной силой. Восстановление функциональной модели движения путем оптимизации нервно-мышечного контроля. То есть с помощью упражнений обучают как нервной системе легче, как правильно в нужной последовательности управлять мышцами. Устранение и уменьшение боли и так далее. То есть методика имеет свою собственную диагностическую систему, которая направлена на появление слабого звена как в подсистеме пассивной стабилизации, в мышечной системе, в подсистеме управления и, самое главное, если есть нарушение взаимодействия этих подсистем. То есть бывает так, что мышцы в поддельности работают хорошо, то есть инсульта нет, голова вроде бы в порядке, а с отружественно мышцы не работают. То есть тесты моторного контроля есть, то есть которые направлены на определяющие состояние глубоких мышц, то есть они связаны судя с лидерным удержанием, поскольку мышцы стабилизатора должны просто удерживать. И тесты неофициальных лент, то есть способность принимать и поддерживать скорректированную позицию. Причем эти тесты позволяют проанализировать и асимметрию справа с левой, и позволяют определить во всей кинематической цепи, где слабое место, и его потренировать. Значит, нервно-мышечная методика включает сначала активацию мышц, ну в первую очередь стабилизирующих поясничный отдел позвоночника, поскольку это центр. Последующую коактивацию глубоких мышц с поверхностными, то есть на фоне стабилизации движения, или как говорят PNF, то есть мобильность, наложенная на стабильность. И третий навык, или сенсомоторная тренировка, или тренировка в 3D. Оборудование имеет регистрационное удостоверение, сертификаты и все разрешительные документы. Информацию можно посмотреть на сайте. Вот так примерно выглядит полный набор подвесного оборудования. То есть можно сделать полный подвешенный пациент, как для релаксации шейного отдела позвоночника. Причем такие упражнения очень хорошо мотивируют пациентов. Также эти упражнения можно использовать у пациентов, скажем так, после травм шейного отдела позвоночника. То есть, ну, спинальников или зубников и так далее. Что позволяет подвесная система в российском исполнении? Это кинезидерапевтическая установка экзарта. То есть, во-первых, практически нивелировать влияние гравитации на движение. То есть не убрать гравитацию, а минимизировать ее. И дальше дозировать нагрузку. Второе. Производить компрессию и тракцию суставов как изолированных, так в сочетании с активным и пассивным движением. То есть, если пациент с болевым синдромом хотя бы смог к нам приползти в кабинет, то мы должны и мы можем в подвесных системах найти такое положение, в котором у него не будет болеть. То есть, часто такое положение бывает единственное – это в тракции. Но эта тракция очень легкая, очень мягкая. То есть, вот именно за счет собственного веса. Третье. Постепенно или ступенчато облегчать или усложнять выполнение упражнений. То есть, от минимума до бесконечности. То есть, мы можем выбрать уровень для пациента с острой болью или с выраженным ограничением движений до тренированного спортсмена олимпийского чемпиона. Четвертое. Это облегчает работу врачу, так как в данном случае не требуется особо физических усилий для фиксации пациента в любой плоскости. Плюс для мануальных терапевтов это очень большое подспорье. То есть, есть так называемый принцип третьей руки. Даже четвертый и пятый. То есть, когда можно создать такое положение для пациента, то есть, когда вы сможете сделать тракцию или манипуляцию, то есть, практически не напрягая физических усилий. Многие, ну, скажем, физически крепкие мужчины, то есть, могут на это не обращать внимания, но я встречал в своей практике очень многих людей, которые перестали заниматься мануальной терапией или методикой ПНФ только потому, что они утратили свое здоровье, потому что они чисто физически не могут, скажем так, в полную силу работать из-за проблем со своим здоровьем. Не инвалиды, но просто, то есть, вот скажем так, в Москве. То есть, есть человек, который прошел 5 ступеней ПНФ, то есть, он говорит, я просто заработал гипертонию, метаболический синдром, и говорит. Шуликовский Владимир Владимирович. Так, и пятый. Пациент может самостоятельно тренироваться, но под контролем специалиста с условием сохранения кинематически верного движения. Так, отличительная особенность технологии экзарта. Первое, самое главное, то есть, самое важное – это отсутствие боли при выполнении упражнений. Единственным абсолютным противопоказанием для таких занятий является боль при выполнении упражнений. То есть, если это есть, то можно заподозрить, то есть, либо какую-то грубую органическую патологию, то есть, либо онкологический процесс, то есть, особенно, если характер боли не меняется при движениях, если характер, значит, не боли, и отправиться уже, то есть, какому-то специалисту, к другому. Второе – это большое количество упражнений в закрытой кинематической цепи, поскольку в закрытой кинематической цепи нагрузка на отдельные мышцы небольшая, но идет больше нагрузка именно на мышечно-социальные ленты, то есть, и очень, так сказать, большое затруднение для центральной системы. Как известно, тяжелое учение для группы. Третье – это выполнение упражнений на нестабильных основаниях для тренировки сенсомоторного контроля. Кроме того, американскими исследованиями показано, что нестабильные опоры, в частности, подвески, лучше всего тренируют содружественную работу органистов-антагонистов. Плюс такие, если говорить о спортивной медицине, то есть, упражнения в подвесках очень хорошо вырабатывают скорость реакции и скорость движения, и тренируют подготовленность, то есть, по механизму фит-форвард, то есть, приготовление к движению. И лестницы прогрессии, то есть, это возможность точно дозировать, потому что, если пациент не сможет выполнить упражнение, если нагрузка слишком большая, пациент просто не сделает это. Вот пример лестницы прогрессии при лечении заболеваний, ну, боли в пищечном отделе позвоночника, то есть, я всегда говорю, что, если пациент хотя бы смог поползти на четверенько, мы уже с ним можем упражняться. И дальше постепенно повышать нагрузку. В методике выделяется два основных способа воздействия, то есть, для терапии глубоких мышц, это длительное статическое удержание, и для коактивации, то есть, поверхностных мышц, это интеграция, то есть, выполнение движений на фоне стабилизации. Дополнительная стимуляция осуществляется с помощью вибрации подвесного, то есть, вибрация тоже имеет очень, как бы, важные моменты, что дает нестабильные опоры, то есть, это стимуляция, содружественная работа органистов-антагонистов, интегрирует глубокие мышцы с поверхностными, формирует функциональную стабильность, то есть, динамическую стабилизацию, и тренирует функциональные образцы приживания. Вибрация увеличивает нестабильность, тоже получает синергию между органистами и антагонистами, увеличивает пропроцептивный вход от механо-рецепторов в первой системе, то есть, соответственно, усложняет работу центральной системы, дает усложнение для выполнения упражнений и изменяет ощущение боли, то есть, видимо, за счет неврологических механизмов. Мы приглашаем вас на ближайший курс, то есть, я считаю, что мы ведем честную политику, то есть, мы обучаем врачей, то есть, как можно облегчить жизнь себе, как можно облегчить жизнь пациентам и как можно пользоваться двумя руками, для того, чтобы показать пациенту путь к выздоровлению, чтобы они взяли под контроль свое здоровье. То есть, как Алексей Егорович сказал, то есть, допустим, я могу пациенту позвонить, то есть, сказать, что ему нужно сделать, то есть, он не обязательно приехать и делать что-то руками, то есть, пациент сам сможет себе помочь. Я желаю вам такой же стабилизации. Спасибо за внимание.